Среди уроженцев Тирасполя только двое удостоились, как итог их жизненного пути, эпитета «Великий». Это великий химик Николай Дмитриевич Зелинский и великий художник Михаил Фёдорович Ларионов. Он родился в Тирасполе в семье, в которой террасполчанкой была его мама, Александра Федосеевна Петровская. А его отец был полковником, аптекарем по своему образованию гражданскому. Он возглавлял две аптеки, двух полков, которые квартировали в Тирасполе. Это Астраханский драгунский полк и Житомирский пехотный. По отрывкам из мемуаров, у них был дом на центральной улице Тирасполя, но всё-таки это предполагало серьёзную скованность, скажем, в детских каких-то занятиях, в прогулках и так далее. Поэтому они построили второй дом. Сегодня это место чуть западнее лиманного рынка. Вот там был абрикосовый сад, о котором он часто вспоминал, и был дом деда, где, собственно, он провёл своё детство, и многие его вспоминания с этим связаны. Затем было Московское училище живописи, вояния и зодчества, где его бунтарский характер проявился вполне, где его исключали не однажды. И об одном подобном исключении есть воспоминания, что его сопровождал училищная служка, и он довёз его до вокзала, проследил, чтобы он сел в поезд, который направился в Тирасполе. И, вернувшись, доложил, что бунтарь Лариона убыл. Была его служба в армии уже в Первую мировую войну, он там был прапорщиком. В боях в Восточной Пруссии он был тяжело контужен, и после излечения из госпиталя был демобилизован. Он отправился на лечение в Европу, в Париж, и, собственно, там его застала революция, и потом, после уже все последующие годы, он пытался вернуться в Россию, надо отдать ему должное. Он был такой очень русский человек, он, ну, практически принципиально старался не говорить на французском языке, благо было большое общество эмигрантское, и почти до последних месяцев своей жизни не менял русский паспорт. Если бы он остался в России, его биография творческая сложилась бы не так удачно, потому что в советское время с проявлениями абстракционизма, что называется, активно боролись. А Западная Европа это направление художественное приняла, развивала, у него были и последователи, и сторонники его стиля, но все-таки величие его трудов в том, что он все-таки был оригинален, неповторим. И его творческий стиль, и цветовая гамма его работа узнается сразу. Он прожил большую, трудную, но, в общем, результативную жизнь. Одно из важнейших этапов его творческого пути – это оформление знаменитых дягилевских сезонов в Париже. Собственно, именно отсюда началась его европейская известность. И, в общем, признали его не сразу, но, по крайней мере, свою прижизненную славу он получил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok